Всем привет! 2 января я провожу в Эфи-центре с розетками и с Доминикой. Ника! Я покупаю розетки. Сейчас вам покажу, какие вдруг вам пригодятся цена-качество. Я уточнила, узнала, дождалась даже скидку. И сейчас покупаю чуть дешевле, чем могла купить, например, в ноябре. Вот, это керецкая фирма. Я взяла у нас такая серебряная пантовочка, есть еще и золотое, а есть и за пантовой. Мне нравятся черные, но мне по стилистике не подходят. Дофига просто. 1015 будет, наверное. В собранном виде они выглядят вот так. И вот, кстати, они здесь есть разные. Белые, такие молочные, матовые, мяцевые. Видите, оттенки разновые. Она переполнится. Даже такой есть бронзовый цвет. Нет. Потом и в кокон. Вы не представляете, сколько радостей. Никогда не думала, что в этой центре розетки, краска или, я не знаю, от чего я там еще радовалась. Нет, ну от плитки-то понятно. Я помню, я радовалась еще. Затирки. Я так радовалась детей. Каждая эта деталька, она приближает наш переезд. Поэтому я безумно рада. Сейчас мы все это загрузим в багажник и едем в торговый центр покупать подарки к Рождеству. В магазине было светло. Выходит, зимно. И, кстати, мы в этой центре всегда покупаем башню на колоске. У меня здесь очень-очень успешно. Боже, радости. Сколько у меня радости. Вы даже не представляете. Сколько у меня радости это детали. Не надо тратить деньги. Тебе еще не пригодятся. Не заходи в тот магазин, потому что ты что-то купишь ненужное. Пойдем в KFC. Пойдем в KFC. Надо срочно покушать химии. Пошли в KFC. Хотела зайти в магазин. Нет, не заходи, ты потратишь деньги. Но KFC, блин, мы можем идти. Это химия. Не хочу идти в KFC. Пошли в KFC. Купили билеты. Такая стиль, дурочка. Идем в кино. Скиль называется... Игра с вонем. Вот так называется. Игра с вонем. Игра с огнем. Вот. Это комедия. Мы вообще приехали в торговый центр, потому что надо купить подарки. Но при этом... А, нет. У меня главный подарок уже есть. Это розетки. Смотри. Что? Ну, блин. Значит, тут можно штуки тратить деньги. Нет-нет-нет, это тратить деньги. Мы подарок ищем же. А что тут подарок? Это... Так давай посмотрим, может там будет что-то. Тут ничего нет. Тут все не то. Капец. 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 Что подарить? Мы не знаем. Я подарю бомбочку для ванны. Кому? Кому? Вот именно. Копоем? Все, ладно. А вы знали, что в мужском отделе выбирать шапки гораздо круче, чем в женском? Это мужской. Это мужской. Женский там. А? Это же не мужские шапки. Это мужские шапки. Это мужские шапки. Это мужские шапки, и мы в мужском отделе. Да. Прикольная. Стоит 300,000 пиел. Гопник сказать, динустрающим. Я в мужском отделе выбираю шапки. Почему мужском отделе? Потому что они к тебе. И я не могу определиться. Не знаю, как это. Надо ли черный, надо ли серый. Но это мне нравится даже на себя. Так, поближе. Сейчас свет падает. Во. Так лучше вена. Как считаете? Френдс! Как тебе? Прикольная очень. 500 гривен. Прикольная, реально. Крутой свитшот. Я просто люблю сериал «Друзи». Доминика купила тебе свитшот в биржке розового цвета. Представляете? Рау, я вообще не ожидала сама от тебя. Там просто написано «Друзи». Да, и картинка красивая. Да. Если бы он был желтого, я была бы вообще в восторге. Но розовый тоже ничего. Он такой нежный. Хорошо, подойдет. А я купила подарки. Кому не скажем? Да. И что не скажем? Да. Это обидно, на самом деле. Но дорого. Раз уже сказали… Нет. Я говорю, раз уже сказали, что купили подарки, уже могли бы сказать, что и кому. Поэтому надо тогда об этом молчать. Идем сейчас в магазин «Сельпо». Купить, покушать. Да. Купить. Что-нибудь есть? Приготовить. Я себе чехол купила. Покажи. Ну, да. Причем такой же, как у нее был, только делает. Я собираю себе коллекцию, понимаешь? Понимаю. Смотри, как они хорошо друг с другом смотрятся. Ужас какой-то. Мы только что с «Сельпо» в «Дринтауне». Там подходит девочка и говорит, Аня, я вас смотрю. Это так приятно. Это так приятно. Вы даже не представляете. Я, как всегда, теряюсь. Вот. Это очень приятно. Поэтому, если вдруг видите, не стесняйтесь подходить. Вы так приятно делаете. Сколько раз я уже сказала слово «приятно». Это очень приятно. Ника как-то ему. Нике очень нравится, Дмитрий Комаров. И мы были на одном мероприятии, где он был. И Ника подошла, говорит, можно сфотографироваться? Реакция его какая была? А, да, да. Сфотографировался, говорю. Типа, хотела сказать, что мне еще нравится ваше шоу. Типа, вы хороший ведущий? Да, хорошего вечера. Хорошего вечера, да, да, да. Хорошего вечера. Но это было не так, как Ника показала. Это было очень сухо. Как вам сказать? Не надо там прям вау, что-то такое. Я понимаю, что каждый подходит. Хотя бы просто выслушать и сказать спасибо. Ну, как бы это было, как бы типа… А не провожать человека. Это типа было «отстань, что ты хочешь от меня». Вот что-то типа такого. Это неприятно. И Ника теперь не любит эту передачу. И я понимаю, почему. Потому что я посмотрела на это со стороны и подумала, боже, как это неприятно. То есть, если же тебя не будут смотреть, ты будешь никто. Когда люди это понимают, тогда все по-другому просто происходит. Понимаешь? Даже когда они выходили, типа ему девушка говорит типа «Да одень ты капюшон, тебя же сейчас узнавать будут». То есть, он одел капюшон и быстро побежал к машине, чтобы его не… Нет, смотри, Ника, на самом деле это понятно. И его хомяк. Мы маленькие. И когда подходит, нам приятно. Потому что это крайне редко. А когда он идет, например, по торговому центру, обыкно говоря, и каждый к нему подбегает и говорит «Ой, можно с вами сфотографироваться». Понятно, что это задалбливается. И поэтому, наверное, такая реакция. Это вроде бы понятно, да? Но когда это происходит с тобой, это неприятно. Хочу показать свитшот, о котором мне поговорила. Такой розовенький-розовенький. И, в принципе, очень даже интересный. Цена его со скидкой 500 гривен. И у Демки спортивный костюм очередной. А, свет включила, лучше видно. Девочки, в Адидасе. Там сейчас, кстати, скидки. Так. Скидки, скидки. Ну, эти штаны, по-моему, без скидки идут. Вот это вот, по-моему, со скидкой, да. Вот. Скидка, кстати, 600 гривен. Ну, курточка прикольная очень такая. И штаны теплые, и курточка. Так что Демка будет на спорте. Единственное, что это... Больший размер, чем, как бы, Демид носит. Это специально, потому что у нее дофига спортивных костюмов. И, можно сказать, чуток на вырост. Ну, Instagram показывала, решила показать в YouTube. Потому что очень вкусно. Ника безумно любит. Я на Новый год делала такое мясо. Это свиной ошеек. Я покупала полтора килограмма. Потому что, ну, готовила и передавала еще бывшему мужу. Потому что у него на Новый год был Демид. Вот. Так вот, я беру обычный килограмм. И маринад. Маринад есть разный. Сейчас решила попробовать сливовый. Сливовый не пробовала. До этого был чесночный. Их-то много разных. Я их даже иногда смешиваю. Мясо помыла. В сухую салфетку обмакнула, чтобы не было влаги. И в маринаде вот так вот обваляла. Не солю, не перчу, ничего. Пленка закрыла. И на ночь в холодильник. На следующий день готовите в духовке или в мультиварке. У меня в духовке нет. Поэтому я готовлю в мультиварке. У меня мулине куктуми. Очень крутая. Ставлю на быструю готовку на 40 минут. Вкусно. Вы даже себе не представляете. Нежная, пальчики оближешь и во рту просто тает. Ну, как бы ничего такого особого не надо на самом деле для этого блюда. Но отдача очень хорошая. А я бегу к косметологу. Я следующим влогом сниму наши сборы. Мы собираемся улетать на отдых. Вот. И я подготавливаюсь. Я иду на чистку лица. Делаю где-то раз в полгода. У очень хорошего косметолога. Кстати, мне посоветовала ее подруга. Олечка, спасибо тебе огромное, если ты смотришь этот влог. Ее косметолог просто бог. А вы, кстати, делаете чистку или нет надобности? Я не делала лет так до 28 точно. Девять. Девять. Тут прикольно. Офис находится на том этаже. Такой красивый. Сейчас я вам покажу. Сейчас снимала сториз и говорила о том, что на нас обиделась зима. Или обиделся Новый год. Снега нет. На улице солнце. Плюс два, плюс шесть. И, в принципе, мне такая зима нравится. Ноги в тепле. Ну, так. Наполовинку. Ну, теплое платье, шуба. Чуть-чуть, ну, чуть-чуть голых ног, но тепло. То есть мне не холодно. Можно еще шапку для стиля одеть. Или косынку. Ну, короче, мне такая зима нравится, но вот снега действительно чуть не хватает. Но я, как водитель, снег не очень-то и люблю. Вот. Наташа мне в шеи ищет. Я жалую, что у меня после вот этого луча, как бы, волосы обламываются и не растут. Ну, мы все исправим. Плазмолифтингом. Да. Лучом нарушили, представляете? Это после операции. Теперь вы тут все хорошо, волос стал такой хороший. Ну, как бы, мне комплимент Наташа сделала еще в предыдущий раз. Сейчас как-то вот эта штука меня беспокоит. Вы заходите и тут такая красотень. Вот тут вот. Вот тут вот что у тебя на втором этаже будет? Ногти здесь пилить не будут. Здесь, по-моему, будет. Наташа, что у тебя будет на втором этаже? По телефону говорит, окей. Бронист. А, бронист. Девочка по номинированию ресниц и плетение косичек. Ага. Кстати, мне бронист нужен. Да. Он всем нужен. Хе-хе-хе-хе. Так. И тут ресепшн. Угу. Сейчас я покажу вид. Вид, вид, вид. Тут такой потрясающий вид. Вон она. Я когда на балкончик выходила, фоткалась, кстати. Смотрите. вау. Просто вау. Весь Киев на ладони. Но это еще не все. С другой стороны тоже красота. Так. Тут два кабинета. Вот один. И вот второй. Смотрите, как все продумано. Я просто обращаю внимание на детали. Вот. вау. Я тут консультировалась по ремонту. У Наташи. Да. И вот смотрите, тут тоже такой вид крутой. Просто вау. Просто вау. Ох. Ах. Если что, контакт напишу внизу. Минутка рекламы. Хорошо. После чистки. Подбегает. Буду красивая. Ручная. Плюс лазерная такая, как бы шлифовочка. В том лицо идеальное. Просто идеальное. Мне очень нравится у Наташи делать чистку. С Наташей разговаривали. Я говорю, как избавиться от пигментных пятен. Она мне говорит, так ты что не делала желтый пилинг, я говорю, ни разу на смысле, говорит, так надо сделать, еще сказала о какой-то штуке и витамин С для кожи, у меня есть витамин С для кожи, поэтому после отдыха я, наверное, сделаю желтый пилинг, девочки, кто делал, скажите, как вам эффект после, все, выхожу на солнышко, показываю себя, вот. Нос теперь вообще идеален, то есть без черных точек до этого они были, чуть-чуть красненько, чуть-чуть буквально, но ходить можно и визуально никто пугаться не будет. Я Демида привела в настоящую мужскую прикладку. Мы так и не решили, что Дима делает. Я хочу, чтобы в принципе почти так и было, но глаза лезут, надо что-то с ними решить. Мужская набор. Мужская набор. Смотрите продолжение в следующей серии. Домой хочу вам показать. Я была в просторе, то есть по факту после консультации косметолога. Так что она сказала, говорит, Ань, вот эти гусиные лапки, которые тебе не нравятся, маленькие, пока маленькие, под глазами, это, говорит, ежедневно патчи под глаза, ежедневно. Нет, говорит, у них никакого накопительного эффекта каждый день. То же самое с масками. Говорит, маски тоже можно делать ежедневно. Я делала раз в неделю, два раза в неделю, и то, как результат есть. Она говорит, ежедневно. Я говорю, а какие? Она говорит, главное, чтобы была гиалуроновая кислота в составе. Поэтому я сейчас набрала кучу масок. Это вообще в виде собачки. И я не смотрела там на фирму и тому подобное. Я смотрела, чтобы была гиалуронка в составе. Я зашла и просто взяла то, что как бы там много разных было. Вот. Поэтому, опять же, вопрос к вам. Цена, качество? Какие? Какие бы вы порекомендовали, какие вам очень нравятся? Я знаю определенные маски, которые круто работают. Но, опять же, у них такая цена, что ежедневно, ну, блин, миллионером тогда надо быть. Поэтому я думаю, что, как я и делала, раз в неделю хорошую маску, а все остальные дни можно вот такие какие-то обычные масочки. Я знаю, что в некоторых средствах, например, вот как Невея крем, цена вообще недорогая, там, по-моему, 59 гривен стоит вот эта вот баночка. Но это очень крутое средство, очень классное, особенно вот сейчас зимой, тем более мы собираемся ехать отдыхать, он нам пригодится. И я еще вот такой вот взяла, биокон. Мне тоже он нравится, детский. Был такой соус, это когда вообще капец, уже там чуть ли не обморожение тоже хорошо работает. У меня много очень классных зубных паст, и одна есть вообще там за, по-моему, 600 или 800 гривен. Но вот это вот, именно это лесной бальзам убирает воспаление в деснах, потому что у меня иногда как бы кровоточат. Вот только эта паста меня спасает, прям не знаю почему. Ну и взяла такого, скрабировать тело, так говорится. Вот, и жду от вас комментариев по поводу масок и пачей. Сейчас я вам покажу, я после косметолога такая себе. А я сейчас вам покажу, что купила Демке. У него много спортивных костюмов, но он вырос полностью со всех штанов, которые в стиле casual или каких-то джинс, то есть со всего просто вырос. Поэтому пришлось как бы что-то покупать, что-то докупать, потому что праздники, куда-то идти, и если не спортивный костюм, то одеть нечего. Поэтому покажу, что может быть, тут кое-что со скидками, поэтому может быть вам будет полезно, если у вас мальчишка. Значит так, Зара. В Заре я в Инстаграм показала, идет скидка, стоила 1299-1300, сейчас 700. Двухсторонняя куртка, вот такая вот желтая, а с другой стороны защитная, да, такая вот камачаж. Мне, конечно, желтая, да и защитная прикольная, вообще. Я тоже себе такую куртку хочу. Такая классная. Ну она такая прям, пуховичок маленький. А ну, что? Ну, к весне будет супер. Я читала. Просто единственное, что было только два размера, и это 120 днем, смотрится ок. Вот, поэтому, поэтому если вдруг надо, вычь идем. Человек-паук. Человек-паук это просто, ну, я не могу вам сказать, что это. Это просто... Он везде. Он везде, всегда, и это маленький человек-паук. Поэтому трусы тоже Человек-паук, это как бы понятно. Стоили они 300 гривен, 299, то есть 150 гривен одна штука. Ну, такое. Дальше. Штаны. Взяла чуть больше, вот, потому что весна впереди. Цена 499, 500 гривен. Я люблю такие брюки, потому что они хлопковые, они мягкие, и при этом это casual. Их можно одеть и под кроссовки. Есть такие, не прям спортивные, а такие кроссовочки. И под ботинки или какие-нибудь там туфельки, лотферы и тому подобное. Я люблю вот такие вот вещи. Они очень мягкие. Еще одни такие брюки, тоже в этом же стиле. То есть можно так носить, можно подкатывать. Тоже 116 размер, и цена со скидкой. Стоили 3... Странно. Ну, маленькая скидка. Стоили 300 гривен, сейчас 239. Небольшие скидки пока. Да, но все равно. Вот такие красненькие. Очень классно под этот... Эти красные штаны смотрится вот эта рубашка. Такая она прикольная вообще. Материал классный. Ее летом можно носить, она прям совсем такая легенькая. И под футболки белые круто будет смотреться. Стоила 300 гривен. Вот, 116 тоже размер. Вот рубашка 116 лучше сидит, например, да, чем вот эти вот, например, брюки. Эти прям, кажется, большие. Хотя это тоже 116. И вот такая вот кофта. Она как... Как полувер, но с капюшоном. У него очень много свитеров, именно классических. Поэтому я решила, что такой будет в самый раз. Тоже смотрится очень здорово. И цена его... Сейчас скажу. И тоже 116. 110-116. Тоже со скидкой стоил 500 гривен. Сейчас 239. Вот. Ну, мягенький такой. И, в принципе, все. А, еще зашли в Минесо. И купили... Я тоже хочу такого мишку. Он такой хорошенький, он такой мягкий. Почему? Потому что Дема спит до сих пор с игрушками. И я не против. Хотя, как бы, 5 лет. Мама, я до сих пор с плюс игрушками. О чем ты? Ну, он мальчик, вроде бы, как бы... Я не против, пусть спит. Он же не ходит с ними. Он просто спит. Поэтому те игрушки, которые у него есть, они уже застиранные настолько. Я же их стираю. И, как бы, внешний вид не очень. Поэтому мы решили обновить. И у него теперь такой есть мишка. Я не знаю, какой он его назовет. Он сказал, что ему нужен мишка с морковкой, который людей не ест. Стравоядный, в общем. Хочу мишку. Вот и все. Вот такие вот покупки. Надеюсь, что они вам помогут, если вдруг вы на шопинг собрались. А что это за шар? А что это? А что это за шар? Это шар, наверное, с вкусняшечкой? Девушка. Тут вот почему не открывать. Снеговичок. Дед Мороз. Класс. О, еще что-то вкусненькое, да? Штаны. Штаны. Чьи штаны? Бэтмена. Бэтмена, класс. С мышцами, Демит. А тут что? У настоящего спортсмена должен быть настоящий спортивный костюм. Так, а тут что? Ты же настоящий футболист. Значит, у тебя должен быть настоящий спортивный костюм. И по поводу волос. Я решила все-таки попробовать отпустить. Не знаю, насколько получится, но попробую. Потому что надо вот этот рубеж ни туда, ни сюда как-то перетерпеть. Вот. Три чемодана. Упс. Три чемодана. И это означает, что потихонечку надо собирать чемоданы. Следующий влог, наверное, будет сборка. Я расскажу, куда мы едем. Насколько. Что я с собой беру. Кстати, очень-очень мне помогли девочки. Я в инстаграме написала пост. Куда мы едем? Да. Вот. Ну, это не секрет. Мы едем на лыжи. И мне в комментариях девчонки написали, что надо с собой брать. Потому что, если честно, я не знаю, что туда брать. Потому что на лыжах я не катаюсь. Я на них никогда не стояла. Для меня это в ново. Дети тоже. Поэтому, как бы, чуть-чуть как-то так непонятно. Да? Как бы, что надо, что не надо. Поэтому девочки в инстаграме мне очень-очень помогли. Я им безумно благодарна. Все. На этом влог заканчиваю. Спасибо вам большое, что его посмотрели. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И нажимайте колокольчик, чтобы всегда знать, когда у меня выходят новые видео. Все. Всем пока-пока-пока.